Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Гаштаут – полководец князя Гедмина. В 1413 году на Городельском сойме сирот шляхты Великого князства, якая приняла гербы ведомых польских родов, был Иян Гаштаут. С этого часу родовым гербом становится Габданг. И вот поздней Гаштольды брали активный удел о межусобной войне помеж Свидрыгайлам и Жагимонтом Кейстутовичем, братом Витовца за владу великим князством Литовским. Спочатку он подтрымливал Гаштольд Свидрыгайлу, который был католиком, воевал за православную небыта Русь, а потом перешел на бок Жагимонта. А после забойства Жагимонта в Утрокском замке очолил групповку магнатов, кто хотел бачить на великокнязском стольце Казимира, брата польского короля Владислава. День, что треба было худко. Делегация с польского королевства уже была уверена. У вечера яны и остальные магнаты добро подпоили королевских послов и скорысталися зручным моментом. У ночи на 29 червеня 1440 года в Виленском кафедральном костеле новым великим князем был обвещен 13-годовый Казимир, сын короля Ягайлы и Софьи Гальшанской. Однако уже про шесть годов, когда Казимир станет еще и польским королем, и зусим перестанет опековаться великим князем, Ян Гаштаут перейдет в оппозицию до своего благоставленника. А лес складется так, что сын Яна, Мартин Гаштаут, будет верой и правдой служить Казимиру. Когда были выкрытые планы забойства опошняга, Мартин был в сиротых суддев, кто вырак на смерть Михаила Олейковича и Ивана Гальшанского, головных организаторов змовы, супрать короля и великого князя. А вось уже сын Мартина, великий канцлер Арбрехт Гаштаут, як и дед, оборонял наиперш интересы великого князства Литовска. Вядомая гистория, кали он нават патрабавау выселить с господарства польских католицких монахов, бо тыя не ведають мовы народа, сяродя кого живуть, и с пагардой ставятся до мясцовой культуры. Активный удел Альбрехт Гаштаут берет устворенне першого статута великого князства Литовского 1529 года. Минамит Айон был инициатором уключения у статут пункта, сгодно с яким чужинцы, які они народились в великим князстве, не мели права займать державные посады и набывать нерухомую майомость. Мне в'является, что все-таки, кали-небудь, о гераненах повстанья помник напыл на самому славутому с Гаштаута Альбрехту, який пачарже займал посады воеводов Баградского, Полоцкого, Троцкого и Виленского, а затем стал великим канцлером и удельничал о створении нашего первого статута 1529 года. До речи, канцлер Гаштаут выставлял у войска великого князства 466 вершников. На той час, сдается, никто на Ваттердивилы не выставляли такую колькость. Кавалеристу это свечило, что тогда этот род был самым магутным, самым богатым в великим князстве. Про значность особой Альбрехта Гаштаута в политичном житте свечит тое, что только ему, и неизбежит, что он не могла, который не могла, как он не могла, как он не могла, как он не могла, гаштаутов, сдавалось, об еще поколение назад трывалый, как дуб, сгасая. Час оказался неумольным для спадчины гаштаутов. Знакомитый Героненский замок, вядомый тем, что был одной из первых в князстве с пробой фортификации во умовах применения огнестрельной зброи, спочатку был разбуренный российскими войсками, а потом разобраны на цеглу. Скада. Что теперь у Героненах амаль ничего не нагадывая про славутую историю. Это местечко, якое меломагутный замок, якое меломагдобургское право со своим гербом. Они были горячими патриотами велика князства Литовского, это несумненно. На думку буйного белорусского историка Миколая Влашчика, Станислав Гаштаут якраз был инициатором створения легендарной частки истории великого князства князства Литовского. Так само приклад того, як род балцкого походження уключився у реалии культурная і прыняв русинскую, ці старо-белорусскую культуру. І фактично, яны працавали, інициюючи створення летопісов по-белорусску, працавали більш на сучасну белорусскую культуру, цю на сучасну культуру литовськую. А ля род Гаштаутаў пакінуў яркі следуў історію великого князства литовська. Яхо представнікі врашалі, хто будзе наступным велікім князям, і створалі законы гаспадарства, абаранялі межы радзімы, будавалі школы. Гаштауты – яшчэдна сторонка нашей середневечной гісторі, якой мы можам, анарыцца. Субтитры создавал DimaTorzok